Наш Дмитровский городской округ без сомнений можно назвать кладовой природы и морковной столицей. Ведь у нас выращивают основную часть этого полезного сладкого и хрустящего овоща. На официальной церемонии открытия фестиваля об этом заявила заместитель главы Елена Виноградова. Я хочу поблагодарить всех, кто сегодня пришел в парк Березовая роща для того, чтобы отметить замечательные события. Не случайно морковный фестиваль прогрессовался именно на Дмитровской земле, потому что более 40 процентов овощей, производимых в Московской области, угадайте где, это наша Дмитровская земля. И если бы вы знали, сколько производят, выращивают наши зельхозпроизводители моркови, это огромное количество. 26 сортов. И один лучше другого, один полезнее другого. И сегодня в нашей программе она будет очень интересной. Я рекомендую поучаствовать всем. Хрустящую морковку в Дмитрове действительно очень любят. Не зря фестиваль стал доброй традицией. Каждый год подряд его с нетерпением ждут жители Дмитровского городского округа. Отрадно, что Дмитровский морковный фестиваль был включен в число лучших фестивалей под открытым небом последних выходных сентября в туристической отрасли Подмосковья. В рамках фестиваля устроили морковный конкурс красоты. Вместе с родителями и руководителем окружков дети соорудили невероятные наряды. В конкурсе дефиле «Морковные принцессы» все костюмы были выполнены в морковной тематике. Я из Дмитровского детского дома-интерната. Учусь уже в 11 классе. Готовились мы к морковному фестивалю уже как за неделю. Делали костюм, вот эту вот фату, органзу делали. Нам очень понравился вот этот творческий процесс. Это очень сильно вдохновляет. И благодаря этому наша культура начинает расти, мы развиваемся. И когда ты чувствуешь себя на сцене в этом костюме, это столько эмоций. Это вот такое непередаваемое ощущение. Мне очень все понравилось. Вот спасибо детскому дому. Вот и взрослым, которые помогали нам в этом. Вот я очень счастлива. Спасибо. Конкуренция была. Прям чувствую, что вот все старались. Прям и на позитиве все выходили. Костюмы мне безумно очень понравились. Даже вот мне один прям очень сильно зашел. Я бы тоже хотела вот такой вот. Но в следующий раз будет новый, намного интереснее, намного лучше, круче. Как говорится, вперед и только лучше. Ксения Тиханович выиграла в номинации «Мисс очарования». Каждая конкурсантка получила поощрительный приз и диплом участницы. Для жителей и гостей города была приготовлена праздничная морковная атмосфера, фотозоны, традиционные необычные фигуры из моркови, тематические игровые площадки и мастер-классы. Все успела посмотреть. Здесь здорово, просто классно. Морковки даже успела поесть. Настоящий. Бесподобно все. Праздник классный, морковное настроение. И всем этого желаем. Морковного настроения. Чтобы все ели побольше моркови, было у всех здоровья и хорошее зрение. Вы посмотрите, какая красота, как здесь приятно. И сколько детишек. Это наше светлое будущее. Сегодня концерт, дети веселятся, взрослые довольны. Такие праздники надо устраивать постоянно. Поскольку еще Аристотель говорил, дарите добро и служите людям. В этом году также впервые состоялось приготовление морковного рулета. Кусочек этого шедевра смогли попробовать все желающие. В рамках фестиваля крупнейшее сельхозпредприятие Дмитровского городского округа предлагали не только приобрести овощи, но и попробовать жителям и гостям праздника свою лучшую продукцию. Морковь, сдобные пироги с различными морковными начинками, а также морковный сок. Кузнецова Елена, ваши громкие аплодисменты!